Привет, дорогие друзья! С вами Тарас Юрист на моем канале. Об этой новости я уже писал у меня в телеграм-канале. Она заключается в том, что хотят поменять уголовную ответственность, ужесточить уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы и сделать минуточку аж до 15 лет. Представляете, такое достаточно серьезное наказание за незаконное пересечение государственной границы. Поэтому, друзья, эта вся информация в текстовом формате есть у меня в телеграме. Ссылочка на телеграм, как всегда, будет в описании. Переходите и подписывайтесь. Буду вам за это очень благодарен. Тут, конечно, речь идет о чем? Тут идет, конечно, речь о мужчинах от 18 до 60 лет. Те, кто в данный момент у нас стоит запрет фактически на выезд для мужчин призывного возраста, повторюсь еще раз, от 18 до 60 лет, пытаются как-то пересечь, то, соответственно, на них вот такое вот наказание достаточно серьезное хотят возложить наши депутаты. Давайте, друзья, перенесемся за экран монитора. Там законопроект очень коротенький, сейчас я вам его постараюсь зачитать. Внести зміны до статті 332 Криминального кодексу Украины, доповнити її частиною другу такого змісту. Ті самі дії в чиненні від доз на громадян України. Чоловічі стати від 18 до 60 років під час дії правового режиму военного стану караються позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Тобто внес ці депутат штепаю СС. Смею, друзья, всех успокоить, пока это только лишь законопроект, і як такового закона в Верховной Раді не принято, і президент, естественно, його не підписав. Давайте, наверное, друзья, щоб ви понимали, посмотрим, какая на сегодняшний день предусмотрена ответственность по вот этой вот статье. То есть, наскільки хочуть увеличити данную ответственность по сравнению з тем, що существує буквально на сегодняшний день, на момент записи данного видеоролика. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння і вчинення пораданими, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. То есть, як ви видите, друзья, на сегодняшний день такая статья, я, ну, честно говоря, как адвокат могу заметить, ну, если не брать то все военное ужасное время, то от 3 до 5, понятно, что, скорее всего, судьи наших по такой статье никуда никого не садили. Ну, естественно, до вот этих всех событий. Я, конечно, честно хочу сказать, как юрист, считаю такой законопроект, ну, мягко говоря, все-таки перебором, несмотря на ту ситуацию, которая существует на сегодняшний день. Тут вот небольшой параллель давайте проведем, наверное, со статьей 115 Уголовного кодекса. Это очень тяжелая статья, она называется убийство. Умисное вбивство. Вбивство, тобто умисно протиправно за подійні смерти іншої людини, карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Также, друзья, тут есть друга ще частина. Умисное вбивство, двох або більше осіб, малолітніх. Тут такі жахливі, честно хочу сказати, речі, і воно карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна у випадках, передбаченою статтєю такое-то. То есть, друзья, ви видите, по части 1 статті 115 Уголовного кодекса, это умисленне убийство, идет от 7 лет до 15 лет, а за незаконное пересечення границы от 10 до 15 лет. Ну, честно хочу сказать, повторюсь, что, наверное, все-таки такой закон – это перебор. То есть, хочу еще раз всех успокоить, что это только лишь законопроект. Так що, дорогі друзі, ви поняли, вот такой вот законопроект в Верховной Раді существует на сьогоднішній день. Пока еще, как ми видим, його не рассматривают депутаты. Будуть рассматривать, не будут, то, конечно, не нам с вами решать, а депутатам. Но, в любом случае, будем с вами надеяться на лучшее и на то, что это война ужасная, это ужасное то, что у нас происходит, гибель людей, уничтожение мирных, ни в чем не повинных людей из-за психопата, который сидит в Российской Федерации. Надеюсь, все-таки в ближайшее время закончится. Всем мирного неба над головой, дорогие друзья, и, естественно, всего самого наилучшего.